Только для женщин в Ивановском межрайонном центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий. Целевая аудитория мамы, воспитывающей детей в возрасте до 14 лет, которые остались без работы. Ярмарки вакансий являются наиболее эффективным способом трудоустройства, так как граждане безработные могут непосредственно пообщаться с работодателями, узнать у них условия работы, социальное обеспечение, уровень зарплаты, и определиться со своим будущим местом работы непосредственно с работодателем. Варианты возможного трудоустройства предоставили 8 работодателей. Большая часть вакансий предполагает гибкий график или частичную занятость, что для женщин, воспитывающих детей, как нельзя актуально. Например, детский сад номер 123 предлагает вакансии воспитателя и младшего воспитателя. Они работают с 7 до 2 и с 2 до 7. То есть можно свой рабочий день распределить. Если утром, с ребенком может быть удобно сходить в поликлинику, а вечером прийти на работу. Можно много дел сделать за этот период времени. То есть есть возможность. Можно сказать, это гибкий график. Для мамочек очень удобно работать с питателем, конечно, если они очень любят детей. Евгению Сбитневу маму четверых детей заинтересовали сразу две вакансии. Ей нужен такой график работы, чтобы была возможность забрать малышей из сада вовремя. Я считаю, что такие ярмарки надо делать, потому что многие люди находят себе работу в качестве. То есть вот даже я, как пришла, нет, я уже нашла, пойду на собеседование. Если подходящее место работы не нашлось сразу, отчаиваться не стоит. В Центре занятости населения мамам с детьми до трех лет могут предложить пройти профессиональное обучение и поискать работу в базе вакансий у работодателей, которые именно в этой ярмарке вакансий были не задействованы. Любовь Почернику, Антон Осипов, РТВ Иваново.